Область знаний Лекция на Радио Звезда Архитектура древних майя Рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ Александр Сафронов Область знаний Наиболее ярким представлением о культуре древних майя является архитектура Монументальная архитектура, каменная архитектура, которая в первую очередь бросается в глаза При беглом знакомстве с культурой майя, буквально запрос в поисковике майя выдает сразу целый набор фотографий разных пирамид, храмов, дворцов И, конечно, в этом изобилии очень легко потеряться, но попытаемся как-то систематизировать информацию о монументальной архитектуре древних майя Когда мы говорим про архитектуру, мы подразумеваем именно монументальную архитектуру, то есть каменную архитектуру, которая являлась выражением власти элиты майя И которая появляется по мере сложения этой самой элиты То есть архитектура не сложилась изначально с появлением культуры майя До тех пор, пока майя было относительно просто устроенным земледельческим обществом, вопроса о появлении каменной архитектуры не стояло Но вот во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, когда появляются сложные политические образования, в частности, в этих центральных низменностях майя Именно тогда начинается постепенно монументальное строительство Что такое архитектура майя? В первую очередь, конечно, всплывает образ пирамиды, напрашиваются аналогии с древним Египтом Это отчасти обосновано, но всё-таки функции пирамиды в Мезоамерике и Умайо, в частности, не совсем те же самые, что и в Старом Свете Изначально пирамида, то, что мы называем пирамидой, появляется как высокая наса, безземленная, на которой стояло святилище То есть это символическое изображение горы, на которой стояло жилище Бога, которым приносили жертву Богу, то есть отправляли разные культы Поскольку первое архитектурное сооружение такого рода относится к рубежу второго-первого тысячелетия до нашей эры Когда ещё из камня строить плохо умели, да вообще строили в тех местах, где камня было не так много То их и сделали из земли Постепенно, когда происходило усложнение традиции обрядовой деятельности, началось строительство более масштабных сооружений И стали делать их уже из камня Вот у нас к середине первого тысячелетия до нашей эры относится появление первых платформ тех же Сапотеков в Центральной Мексике И как раз по мере сложения сложных политических образований у Древних Майя появляются культово-религиозные центры, где начинается строительство монументальных сооружений То есть огромных постаментов, зачастую ступенчатой формы, на которые ставили сооружения, посвящённые тому или иному божеству То есть это храмы Храмы сами по себе были маленькие, зато пирамиды стали строить очень большие Самые ранние храмы, которые найдены в области Майя, датируются приблизительно 4-2 веками до нашей эры И ко 2 веку до нашей эры они приобретают действительно гигантские размеры То есть это огромные платформы, которые строили довольно таким специфическим способом То есть их не складывали целиком из камня, а строили нечто вроде такой внутренних стенок, такой некой сотовой структуры, которую заполняли щебнем А потом это всё снаружи облицовывали большими каменными блоками То есть они не целиком построены из массивных каменных блоков, как это делали в Египте Но тем не менее, благодаря такой технологии строительства удавалось возводить поистине гигантские сооружения Самые крупные сооружения конца первого тысячелетия до нашей эры Это сооружения в ранних культовых комплексах Майя Например, Эль-Мирадор, Нагбе, Вашактун, где пирамиды достигают общей высоты порядка 50-60 метров И объёмом грунта, который использовал, и камня порядка 1,5-2 миллионов кубических метров То есть это по объёму сопоставимо вообще с пирамидой Хеопса И это не единичное сооружение, таких сейчас насчитывается порядка 1,5 десятков приблизительно схожих размеров Но самая крупная, это, конечно, пирамида Данта в Эль-Мирадоре Но она построена небольшой в возвышении, но общая высота 72 метра И объём грунта там свыше 2,5 миллионов кубических метров При этом эти пирамиды ещё и очень искусственно украшались Вся поверхность такого сооружения штукатурилась Изготавливалась специальная штукатурка из гашённой извести То есть буквально известняк прокаливали на огне Получался порошок, который затем смешивали с водой или какими-то ещё элементами И такой штукатуркой покрывали всю поверхность этого гигантского здания И потом ещё раскрашивали охрой То есть это были очень нарядно выглядящие порядные здания Которые были посвящены божествам То есть это здания, где должны были отправляться культы в честь божеств Более того, вдоль лестниц ещё и делали гигантские маски из штукатурки Которые изображали божеств Так называемые маскароны, как они называются в науке Высоту составляли выше роста человека Порядка полутора-двух метров И так несколько масок устраивались вдоль лестниц Таким образом люди, которые отправляли культы элиты Они, поднимаясь туда, проходили мимо изображений божеств А вот сами храмы, то есть жилища бога были очень большими Они возводились из камня и сверху накрывались, как правило, лёгкой крышей Даже из веток Но впоследствии майя, уже к началу первого тысячелетия нашей эры Придумали использовать ложный свод То есть внутреннее помещение здания перекрывалось сводом Где камни уступами накладывались друг на друга И таким образом сходясь кверху Получалось очень массивное здание У которого была устроена большая надстройка на крыше Потому что это большой объём камня, который должен был формировать свод Но при этом внутреннее помещение очень маленькое было То есть фактически коридорчик, у которого очень высокий сводчатый потолок Потому что больших пространств с помощью ложного свода не перекрыть Это он должен быть просто гигантский, большой И фактически здание предназначалось для того, чтобы там находилось всего несколько человек Которые отправляют какие-то культы подношения Все основные церемониальные действия происходили на платформе перед храмом на вершине пирамиды Или на площади, собственно, перед самой пирамидой В доклассическую эпоху, то есть в конце первого тысячелетия до нашей эры Даже складывается особая форма храма Так называемый триадный храм Когда строилась гигантская платформа, там высотой 30-40 метров На ней строилось ещё три маленьких пирамидки Одна центральная и две по краям поменьше Которые образовали на вершине такую небольшую площадку И на каждой стоял храм Это особая форма храма, которая была обусловлена специфической культово-религиозной традицией Даже мифологической традицией Потому что храм изображал собой первоалтарь, который создали боги для того, чтобы люди отправляли там культы То есть алтарь состоял из большого камня, который был поставлен на два маленьких камня То есть как бы два маленьких храма – это маленькие камни, а центральный храм – это большой камень А затем развитие вот этих доклассических культовых центров прекращается где-то во втором веке Потому что наступает кризисный период, когда все ранние политические образования приходят в упадок Ну почти все И на их месте в третьем веке начинают вырастать, формироваться уже новые центры государства С полноценными городами, где присутствует царская власть, где элита обладает правом на отправление культов И сакрализованная элита И царская власть начинает возведение культовых сооружений, которые формируют ядро, архитектурное ядро городов То есть те памятники классической эпохи, которые мы видим в джунглях Это на самом деле центр очень больших, ну где-то больших, где-то поменьше, городских центров То есть вся эта каменная, скажем так, архитектура была окружена очень обширной городской застройкой Вот, например, город Текаль – один из крупнейших городов мира Мая, который появился еще в первом веке нашей эры У которого очень рано начал отстраиваться центральный комплекс Его население в период расцвета к 8 веку составляло порядка 60-70 тысяч человек И городская округа составляла площадь порядка 120-130 квадратных километров Это был, конечно, не плотный городский квартал, такое дисперсное расположение населения Но, тем не менее, это было полноценное городское население, которое занималось типичной для города сферы хозяйственной деятельности Это была какая-то административная деятельность в рамках чиновничьего аппарата, который принадлежал царю Это могла быть культово-религиозная деятельность, торговля, ремесленная деятельность И этот город обеспечивался сельскохозяйственной округой, то есть обширными пространствами, где выращивали продукты питания Или которые привозили благодаря торговым связям Так вот, в городе начинают строиться совершенно разные сооружения Во-первых, продолжается строительство каменных сооружений, а именно пирамид с храмами Причём они становятся меньше, чем в доклассическую эпоху, настолько гигантских сооружений уже не строят Они становятся более тщательнее построены Во-первых, хорошо подогнанная каменная кладка Храмы тоже украшаются, они штукатурятся, расписываются Зачастую поверхность храмов украшается полихромной росписью То, что штукатурено, ещё разными цветами расписываются Причём такие храмы даже найдены А почему найдены? Потому что у майя существовала практика перестройки храмов То есть, когда ранее святилище в какой-то момент не устраивает действующую власть царя Он начинает, или наоборот, сменяется династия Приходит новый царь, он начинает перестройку храмового комплекса И над пирамидой маленько возводится пирамида побольше При этом полностью закрывая предшествующее сооружение Затем происходит новый виток архитектурной деятельности И над этой пирамидой настраивается ещё Ну и так иногда в некоторых случаях до 5-6 слоёв, как матрёшка И вот те храмы, которые находятся внизу ранние Они сохраняются практически в том первозданном виде Каком мы построили в ранне-классическую эпоху То есть, поздние постройки 7-8 века, крупные До нас доходят, конечно, в очень плохом состоянии Потому что впоследствии, когда города мои были заброшены И всё это заросло джунглями А зарастать там очень быстро То есть, в течение 50 лет города полностью были покрыты джунглями Естественно, под влиянием внешней среды, там полгода идут дожди Под влиянием растительности всё это разрушается А вот внутренние храмы, которые хорошо законсервированы были поздней постройкой Они сохраняются практически в идеальном виде Например, в Капане, это территория Гондураса Внутри поздней пирамиды было найдено раннее сооружение 5 века С полностью сохранившейся внешней штукатуркой, росписью То есть, практически все цвета сохранились Но другое дело, что открыть его невозможно Для этого надо разобрать позднее здание Поэтому его можно увидеть только на фотографиях, реконструкциях Или, например, в музее сделали рядом с городищем Капан Идеальную копию этого здания Помимо храмов строят дворцы, конечно Цари возводят себе великолепные царские комплексы Где проживала семья царя, цари дворцы И зачастую эти дворцовые комплексы располагаются на очень обширной территории Самым ярким, пожалуй, экземпляром царского дворца является царский дворец в Поленке Он построен по совершенно такой уникальной технологии Там более усовершенствованный этот ложный свод с разгрузочными камерами То есть, это позволяет создать более такой воздушный свод И фактически дворец состоит из галерей, продольных зданий У которых с двух сторон вдоль центральной стены есть открытые галереи Которые очень здорово организуют внутреннее пространство То есть, это не какие-то компактные такие массивные здания Это очень открытые галереи, портики И выглядит, конечно, великолепно В Текале обширный царский дворец Прямо в центральной части Текале построен напротив пирамид Но сами пирамиды начинают использоваться не просто как храмы, а ещё как погребения представителей царской династии В 1952 году в Полянке в храме надписи Мексиканский археолог Альберто Руслу Илье Сделал выдающееся открытие При раскопке храма обнаружили лестницу, которая вела вниз Её, правда, три года копали, потому что она была засыпана мусором Но после того, как всё раскопали Внизу, прямо у основания пирамиды Как бы внутри пирамиды Нашли погребальную камеру С гигантским каменным саркофагом Закрытую каменной плитой В котором нашли тронутое погребение царя Второй половины седьмого века И имя этого царя Кеничхана Покаль Который пришёл к власти в 615 году И это уникальное открытие, потому что Оно показало, что пирамиды Майта Не только основание под храм, это ещё погребение царей И после этого стали раскапывать пирамиды В том же Текале, в ряде других городов И действительно нашли практически в каждой Крупной пирамиде в городе Погребение царей Зачастую неплохо сохранившееся С погребальным лентарём, керамическими сосудами Украшениями, резными костями И это, конечно, очень здорово перевернул Наше представление о характере царской власти Сразу возникает вопрос А почему царей погребали внутри? Пирамид прямо в самом центре города Ведь если мы посмотрим на историю Египта Мы увидим, что пирамиды-то строили Как раз подальше от городов Строили в пустынях То есть целые некрополи создавали Также поступали царями сапотами В греки выносили своих умерших За пределы города А потому что основой культово-религиозной системы Древних май был культ предков Предки испокон веков хоронились поближе к дому Рядом с дому или прям под полом дома Потому что предки должны охранять дом И поэтому цари, которые являлись отправителями культов Они как раз своих умерших предшественников То есть представителей династии Хоронили прямо в центре города Потому что предки должны охранять То место, где царствовали цари И, соответственно, центральная часть города с пирамидами Это ещё и царский некрополь Но в городах Майи организуют и общественные пространства Строят общественные сооружения К таковым можно отнести стадионы для игры в мяч, например Игра в мяч в Мезоамерике появляется где-то во втором тысячелетии до нашей эры По мере формирования мезоамериканской культуры И во всех городах Мезоамерики, не только у Майи Всегда в центральной части города Вот в первом тысячелетии нашей эры В классический период начинают строиться стадионы для игры в мяч Это важная часть культово-религиозной деятельности Которая была связана с мифологической традицией Которая являлась неотъемлемой частью культовой деятельности царей И элиты Майи И в городах Майи везде мы видим В центральной части города Обязательно возведение их самых площадок Это такие продолговатые площадки Длиной порядка 20-30, иногда больше метров Вдоль которых построены наклонные сооружения То есть, не вертикальные стенки Они так скошены под углом примерно 30-45 градусов Которые служили для организации пространства для игры в мяч Там две команды становились в разные концы площадки И должны были перебрасывать каучиковый мяч Используя наклонные поверхности вдоль площадки Для того, чтобы рикошетировать удары К сожалению, точных правил игры в мяч у нас не сохранилось Это только современная реконструкция Но, по крайней мере, изображения вроде как об этом говорят Если в первом тысячелетии нашей эры игра в мяч была неотъемлемой частью деятельности элиты Это было культово-религиозное действие Которое было связано в том числе и с физической подготовкой представителей элиты То вот к концу истории Мезоамерики, к 15 веку Видимо, игра в мяч уже превращается в чисто спортивное состязание То есть, вплоть до того, что делали нечто вроде тотализатора Делали ставки на игроков в мяч Ну, по крайней мере, то, что описывают испанские хронисты Оно больше похоже именно на такой вот спортивный мяч, чем на культовые действия То есть, игра в мяч, она тоже проделала очень такой длительный период эволюции Но, по крайней мере, во всех городах Мезоамерики у Майя тоже огромное количество площадок Даже не одна, иногда несколько строили рядом Что еще строили в городах Майя? Нам сейчас известны рынки Вот, например, в Калакмуле в начале нулевых годов Начали раскапывать площадку, в которой думали, что культово-религиозное сооружение оказалось рынком Там прямо настенные росписи сохранились со сценами торговли То есть, в центре городов Майя были еще и рынки Это еще и центр экономической деятельности А в крупных городах, которые являлись центрами огромной Связанной политическими узами территории Еще и налажилась система коммуникации, которая была завязана на местный рынок То есть, огромное количество зданий, которые носило совершенно разнообразные функции Культово-религиозные комплексы, резиденции элиты Начиная с царей, там поодаль строились комплексы, которые принадлежали местной элите По сооружению они не просто хаотично строились Они, как правило, организовывались определенные архитектурные комплексы вокруг прямоугольных площадей То есть, попадая в город Майя, мы видим в первую очередь площадь, прямоугольную площадь, вокруг которой выстроены пирамиды Не в хаотичной последовательности, а в строго определенном порядке То есть, в соответствии с неким планом, который задумывалось И, к сожалению, вот это все великолепие архитектурное приходит в упадок где-то в IX, к началу X века В постклассическую эпоху Майя уже практически не строит настолько великолепные комплексы От X до XVI века, до момента появления испанцев в области Майя Культовые комплексы продолжают строиться, но они очень невзрачные Они не отличаются архитектурными излишествами, скажем так Они вообще очень компактны по своим размерам Хотя применяются некоторые специфические архитектурные решения, которые не были в классическую эпоху Например, делают круглые колонны для того, чтобы организовать вход в храм как в виде такого портика Это то, что появляется в самом конце классической эпохи И потом используется вплоть до XVI века Хотя испанцы, конечно, свидетельствуют о городах Майя с великолепной архитектурой Но все-таки в постклассическую эпоху это время уже культурную упадку, в том числе в области архитектуры Область знаний